Очередной парламентский день группа депутатов законодательного собрания Тверской области провела в Балаговском муниципальном округе. Делегацию возглавил заместитель председателя парламента региона Александр Клиновский. Подробности в следующем сюжете. Работа началась с осмотра новой газовой котельной, которая отапливает заводской район города. В эксплуатацию ее запустили в минувшем году. 80% необходимых средств предоставил областной бюджет. Еще 20% финансирование за счет бюджета местного. Котельная снабжает теплом заводской микрорайон, в котором есть очень серьезная для нас инфраструктура. Здесь расположены и дома, в которых живут люди, бассейн для нашего целого города, который работает круглогодично. Ну и, конечно, объекты социальной культуры, молодежные клубы. Сейчас прорабатывается вопрос о замене угольных котельных, которых еще много. И не только в Балагом, но и в сельских районах округа. Далее депутаты осмотрели набережную. Она открыта два года назад. Однако сейчас на ней приводят в порядок арт-объекты и памятные места. Ремонтируют стеллу в честь победы в Великой Отечественной войне. Прилегающая территория тоже приводится в порядок. Работы должны завершиться к 25 октября. Также у нас замена полностью урн, скамеек, ремонт плит гранитных. Я думаю, что вопросов не должно возникать, что мы его не закончим. В следующем году, добавляет Алексей Гаврилов, будет полностью отремонтирован и центральный спуск на набережную. Все необходимые конкурсные процедуры уже пройдены, проект готов. Получены положительные заключения. На набережной в этом году для балаговцев открыли и спортивную, и детскую площадки. Жители давно просили оборудовать набережную такими объектами. Во время осмотра набережной депутаты вместе с общественниками и администрацией округа обсудили и возможность открытия на ней нескольких точек общественного питания. Идея хорошая. Будем, конечно же, поддерживать. И администрация всегда идет навстречу и малому бизнесу, и микробизнесу. Поэтому мы, я думаю, эту идею все-таки рассмотрим на ближайшем заседании, таком общем. И будут выдвинуты какие-то предложения. Осмотрели депутаты и отремонтированный участок проезжей части улицы Ленина. Дорога давно нуждается в капитальном ремонте. Первый участок 700 метров отремонтирован в этом году. В рамках программы развития транспортного комплекса дорожного хозяйства протяженность 700 метров. Это до улицы Держинского, до Перекрестка. В комплексе также отремонтировали и тротуар. В администрации Балаговского муниципального округа уже готовятся к ремонту еще не менее четырех городских улиц. Начало работ намечено на следующий год. Посетили депутаты и балаговский филиал Торжокского ДРЦУ. Директор филиала Дмитрий Махов рассказал парламентариям о подготовке дорожных машин к работе в зимних условиях. Также на предприятии создан необходимый запас реагентов для борьбы с гололедицей. Побывали депутаты и на станции Балагой. Это крупный транспортный железнодорожный узел Центрального федерального округа. По сути, станция Балагой – городообразующее предприятие не только для города, но и для всего Балаговского муниципального округа. С руководством станции парламентарии обсудили возможные совместные проекты, особенно в плане обучения молодежи рабочим профессиям. Итог работы во время парламентского дня подвел заместитель председателя областного собрания Александр Клиновский. Город стал развиваться. Мы побывали на железной дороге, которая является основным работодателем здесь. Посмотрели, какие там объекты сделаны. В целом, впечатление очень положительное. Я надеюсь, что как только у нас заработает Дума муниципального округа, то они будут дальше работать именно в этом ключе, на благоустройство всего округа. Также Александр Клиновский, подводя итоги работы депутатской группы в округе, отметил, что практика проведения парламентских дней будет обязательно продолжена.